В Дубосарах сегодня поздравления принимали ветераны Великой Отечественной и защитники Приднестровья. Акцию «Спасибо за мир» организовала молодежь территориального отделения Общеприднестровского народного форума. Присоединились и школьники района. Дубосары, улица Маяковского. Здесь живет Владимир Костенко, ветеран Великой Отечественной и строитель Дубосарской ГЭС. В День защитника к нему пришли школьники и представители молодежного крыла ОНФ, чтобы сказать «Спасибо за мир». Владимир Тавуманович сам очень прекрасный человек. И когда ты смотришь на него, то чувствуешь гордость, благодарность. Сегодня такой прекрасный солнечный день. Хотим поздравить всех наших защитников с праздником, чтобы они прожили долго еще. Если бы они не защитили нашу Родину, то сейчас бы не было мира, и мы бы сейчас тут, возможно, и не стояли. Мои дорогие ребята, желаю вам здоровья, чтобы вы были такие бодрые и чтобы слушались своих учителей. Они только вам преподают самое хорошее, чтобы вы вважали людей. Цветы и торт сегодня вручили и ветерану Владимиру Зайчуку. Его призвали в армию в 40-м году. В 44-м. Тогда Владимиру было всего 17. Поэтому послали не на фронт, а на военные курсы. Сначала в пехоту, потом в самоходный артиллерийский дивизион, а затем в 33-ю бронетанковую механизированную дивизию. Меня фактически воспитала армия, потому что юности не было, потому что была оккупация. В 17 лет ушел, опять юность под маршрут, смирно, вольно, кругом. И поэтому меня воспитала армия. Мне повезло очень. У меня очень хорошие командиры были. Сегодня школьники пришли и к защитникам Приднестровья. Леонид Лагунов – ветеран гвардии. В 92-м был комендантом укрепрайона у плотины Дубосарской ГЭС. На тех же позициях воевал и Михаил Грибакин. На рубеже бойцы выполняли две главные задачи. Не пропускали ОПОН Молдовы в Дубосары и охраняли гидроэлектростанцию. Историю передают молодежи. Спасибо за мир. Сегодня эти слова звучали в Дубосарах десятки раз. Для тех, кто в разные времена защищал родную землю.